Здравствуйте! В эфире программа «Вечные ценности». В этом году казахское телевидение отмечает знаменательную дату – 65-летие. 29 июня 1957 года Совет Министров Казахской ССР принял постановление о создании Комитета радио и телевещания. А уже 8 марта 1958 года появилось казахское телевидение. И сегодня со мной в студии ветеран нашего телевидения, журналист, заслуженный деятель Республики Казахстан Хируза Абдекадыровна Перзадая. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, что, я хотела бы сказать, что, вы знаете, вот рождение телевидения именно в 58-м году, оно было востребовано. Ведь всё вот такое вот что-то масштабное, будь это в искусстве, будь это в науке, в культуре вообще, оно возникает тогда, когда бывает востребованность общества в этом. В 1959 году, то есть через год после рождения казахского телевидения, поначалу оно называлось Алматинской студией телевидения, и потом уже, когда у нас возникли первые, так сказать, телевизионные студии в областных центрах, оно стало называться казахским. Тогда состоялась декада казахской литературы и искусства в Москве. Это был, конечно, грандиозный совершенно показ казахской культуры и литературы, и искусства. По результатам этой декады семь лучших, так сказать, выдающихся наших деятелей искусства, они были удостоены звания Народный артист СССР. В их числе это Мухан Тулебаев, автор Бржан Сараоперы, Ермек Саркибаев, Роза Жаманова, дальше Халибек Куаншпаев, Букеева, Диордев, Харламова. Вот семь наших, так сказать, звёзд, тогда это редко употреблялось, они были удостоены такого высшего звания Народный артист СССР. И я вам скажу, что показ был, конечно, там, в Москве, и наша литература, и искусство был, ну, я вам скажу, это было феерическое зрелище. Литература, это был период, когда в нашу литературу пришли и творили бывшие фронтовики. Среди них Халижан Бекхожин, Хамид Ергалеев, Саин, много перечислять можно. Это их пронзительная поэзия, их стихи, их поэмы. Это, ну, это было, понимаете, это было нечто абсолютно новое в казахской поэзии. Ну, давайте вернёмся сейчас к истокам, к тому, когда вы пришли. Вы пришли на телевидение в 62-м году, да, ну, вот буквально после его создания. И в одном из своих интервью вы назвали то время каменный век телевидения. Когда я пришла, это было уже 4 года. Ну, 4 года – это всё-таки возраст младенчества. Но, я вам скажу, телевидение – это было тогда нечто романтическое, понимаете. И работали в нём все, кто работал на этом телевидении, это были энтузиасты. Ну, потому что без этого нельзя было. И я вам не скажу, что они были все высокопрофессиональны. Ну, тогда вообще откуда? Нигде ещё не обучали телевизионному искусству, будь то там, это, знаете, режиссёр или там оператор. Режиссёры приходили у нас из театра, кинооператоры приходили из киностудий «Казахфильм». Ну, вот только журналисты, они были более или менее, имели возможность быстро адаптироваться. Ну, потому что слово, оно везде слово. Конечно, на телевидении оно имеет свою особенность, своё своеобразие. Если в газете, в журнале можно только писать, понимаете, то здесь надо смотреть, так сказать, в глаза зрителю, надо общаться. В этом была, конечно, сложность. И тот, кто выходил в эфир, ну, много журналистов работало за эфиром, потому что надо было писать. Но те, кто работали в эфире, они, конечно, должны были быть очень органичны, очень искренни, понимаете. И тот, кто сидит на той стороне, то есть зритель, он должен был верить каждому слову. Понимаете, то есть фальшь на телевидении очень хорошо как-то просматривается, ощущается. И зритель уже как-то, он теряет интерес, потому что у него нет доверия к этому. Но я вам скажу, что телевидение казахское уже даже в первые годы тогда проходили такие, знаете, смотры, всесоюзные смотры каких-то программ. И казахское телевидение всегда участвовало. Я помню где-то, ну, может быть, это был шестой год, так сказать, существования телевидения, когда в Эстонии проходил какой-то всесоюзный смотр. И там наша программа, сейчас не буду называть, какая, не помню, по-моему, молодёжная какая-то программа, она удостоилась первого приза. Была признана самой лучшей из всех молодёжных программ, которые там демонстрировались. Так что я вам скажу, что даже в самом начале, в период, так сказать, становления, ещё даже не развития, всё-таки казахское телевидение делало успехи. Но, наверное, это ещё была одна трудность того, что это был прямой эфир. Записи же не существовало. Здесь вообще права на ошибку не было. Конечно, конечно. Это то, что мы называли вживьём. Выходить вживьём. Но всё было вживье. А иначе как? У нас тогда, это уже несколько позже появились уже те бобины, о которых вы говорили до передачи. А до этого нет. Это был либо ПТС с места события, там театральные какие-то концертные программы демонстрировали, либо это была студийная передача. И вы знаете, даже я помню, наша вот литературно-драматическая редакция, она даже ухитрялась делать теле, телевизионные пьесы, понимаете? Показывать. То есть всё живьём. Я помню, актёры стояли в очереди вот в той нашей старой студии АСК-1, в большой и в малой студии, потому что оттуда шли какие-то эпизоды, какие-то монологи, скажем, то есть большой, где шли уже какие-то театральные сцены. Так что работали. Вот это я называю энтузиазмом. Конечно, иначе... Ну, а иначе как это назовёшь? Люди работали, так сказать, ну, день, ночь, какое время суток. Да потому что тогда, когда можно было это делать, тогда и работали. Ну, а со времени, вот с первого дня становления телевидения, конечно, звёздами становились дикторы. Я помню первых дикторов нашего казахского телевидения, ещё алматинского. Это Нелли Умарова, Совет Мазгутов, который вёл на казахском языке. Потом появлялись уже новые. Так я вам скажу, что, ну, прежде всего, это люди, которые должны были обладать чисто человеческим обаянием. Понимаете? Вот это было и у Нелли. У Умарова это было в избытке. Это было и у Совета Мазгутова. То есть их зрители, по-моему, сразу приняли. Понимаете? Они приняли их. Они стали у них как бы своими людьми. Стали... Ну, они пришли, вот в буквальном смысле слова, пришли вот в каждую семью, как ещё один член этого семейства. Да? Потому что их любили, им верили. И никто никогда не думал о том, что вот они говорят там по написанному, или что всё это, так сказать, чисто так, это, знаете, исполнительская такая должность. Совсем не так. Ну, кроме такого вот человеческого обаяния, конечно, они обладали вот тем качеством, о которых я говорила, это вот какой-то вот искренностью. Даже там, когда надо было просто объявить программу передач, тогда ещё даже не печатали в первые годы, а диктор объявлял программу вот сегодняшних передач, потом в конце программы, так сказать, вообще дня телевизионного, на завтра. Вот, даже там всё-таки надо было, чтобы, ну, это посильно тоже не каждому человеку. Вы знаете, даже пусть он будет актёр, он будет, так сказать, и выглядеть хорошо в эфире, но это не главные качества. Не главные. То же самое было и с новостями, да, чтобы преподнести новости, которые были официальными, чтобы люди слушали, это нужно было иметь и свою эрудицию, и образование, да, образованность. И, конечно, вот это умение передать так, чтобы человек по ту сторону экрана, как вы говорите, всё это прочувствовал и понял, что хотели донести до него авторы. Ну, вы знаете, в новостях, во-первых, диктор должен быть человеком, который имеет своё личное отношение к каждой информации. Пусть это будет закадровый текст, то есть когда он сюжет, либо репортаж какой-то озвучивает. Пусть это будет, так сказать, то, что мы называем такой вот заметкой, и то, что диктор читает уже непосредственно, так сказать, в камеру. И там нужно было отношение диктора к этому материалу, потому что это каждый материал, это было событие. За этим стояли люди, какие-то, понимаете, вот что-то, то, что произошло в масштабах республики, в масштабах города, в масштабах какого-то предприятия. И у диктора должно было быть просто человеческое отношение к этому. А без этого это уже непрофессионально. Непрофессионально это уже, конечно, то, что неприемлемо для телевизионной камеры. А как быстро развивались редакции, то есть появление редакции, оно происходило? То есть уже, когда телевидение стало зрелым, была и литературно-драматическая редакция, и новостная редакция, и молодёжная редакция. А вот в начале это же был совершенно небольшой коллектив, который, в принципе, закрывал там несколько часов эфира, но тоже на совершенно разные темы. Как это всё формировалось? Можно долго говорить, ну и можно, так сказать, коротенчика сказать об этом. Ну вот, на примере, я работала большую часть вот этих вот 40 с лишним лет я посвятила информационной программе. И я уходила на какое-то время, уходила в литературно-драматическую редакцию, когда у меня родился сын, и я просто не в состоянии была работать на новости. Но потом я всё-таки снова вернулась в информационную программу, потому что информационная программа – это та, которая, понимаете, начинаешь ты и заканчиваешь. Всё, так сказать, и качество того материала, который делаешь, будет ли это репортаж, или это сюжет будет, или это какой-то очерк, даже документальный фильм, это зависит прежде всего от тебя, ну и от того, как ты будешь сотрудничать с оператором, с режиссёром. Потому что телевидение – это такое искусство и такое средство массовой информации, которое делается не единолично, а коллективно. И вот в нашей редакции, новостной редакции, вот в русской части у нас было 5 человек. Столько же было в казахской части. И мы делали все эти вот новости. Ну, в другой раз, конечно, подвась уже в этот день приходилось снимать. Один сидел, как мы говорили, на выпуске, а остальные все были в разъезде. И, конечно, каждая съёмка – это было сложно, потому что машин надо было освещение вести, это огромные такие осветительные аппараты, знаете, по четыре лампы там каждая. Потом это надо было уметь где-то подключить, там, где идут съёмки. Ну, то есть технически это было очень сложно, конечно. На ваш взгляд, сегодня нужно ли вводить цензуру, потому что этот вопрос поднимается всё чаще и чаще. И не только на телевидении, но и на другом информационном поле, которое гораздо шире – это интернет-поле, это и соцсети, и паблики и так далее. Вот как вы думаете, насколько необходима цензура? Вы знаете, очень жаль, что нет самоцензуры. Это то, что касается автора, тех же там, я не знаю, газет, телевидения, радио, и особенно то, что касается интернета. Понимаете, тогда всё было определено, как, что, даже как подавать тот или иной материал. Я не помню, чтобы как-то, знаете, цензура особенно давила. Но вот наша также вот Ирина Кацеева, она, кстати, прекрасный журналист, особенно ведущий. Так она работает в кадре. Ведь в кадре трудно работать. Вы знаете, это не каждый, даже самый блестящий журналист не может в кадре работать. Понимаете, вот так, как он бы просто вот писал, скажем. Ну, органично. Ирина действительно смотрелась. Она говорила, как пела. Да, она была... Я очень обаятельна. Вы знаете, она делала такие острые материалы. Я помню, что как-то она вот... Как-то невозможно было записать кого-то. Я не помню уж из наших чиновников. Ну, городского масштаба, наверное. Понимаете? И что-то касалось, по-моему, строительства и получения жилья и так далее. Ну, в общем, это очень острый вопрос. И я помню, что она тогда, она просто с оператором, с камерой. Она встала возле офиса, как мы сейчас называем, или вот конторы того чиновника, где он располагался, и сказала все, что она по этому поводу думает. Вот. И, конечно, здесь надо было, чтобы просто он, конечно, был диалог. Вы уже упомянули о том, что, когда вы пришли на телевидение, это было такое очень историческое время для казахской культуры. И вы, проработав более 40 лет на телевидении, снимали очень много интервью, очень много репортажей. Вот немножко расскажите о своей работе, потому что, ну, перечень имен, с которыми, и тех людей, с которыми вы общались, и тем более в 60-е годы, годы вот расцвета, как вы сказали, казахской культуры. Это было, конечно, удивительно. Это был расцвет. Это было какое-то, понимаете, вот время взлета, взлета казахской культуры. А вот с чем это связано, как вы думаете? Наверное, это связано... Во-первых, это было уже послевоенное время. Прошло 10 лет, 45-й, 55-й, и еще там, ну, 8-10 лет прошло уже после войны. Понимаете? И, ну, всегда говорят, что, конечно, военное время и послевоенные годы первые, это были очень трудные годы. Что говорить об этом? Но, как сейчас уже это распространено, говорят, что трудные времена рождают сильных людей. И вот эти времена, они рождали именно вот очень сильных людей, духовно сильных людей. Людей, которые были, понимаете, если это были, так сказать, деятели искусства, то они отдавались своему искусству, так сказать, безраздельно. То есть это были люди, которые не ради там славы, не ради денег. Это были люди, которые, ну, как вам сказать, это были подвижники своего дела. Но вот тогда вы были в центре этих событий, да, вы вели программу. Вот вы говорили о днях культуры Казахстана, да, в Российской Федерации. И вы же вели репортажи, делали программы. И вели вы, по-моему, Солжасу Маровичем, да. И сколько интервью вы брали? Какие люди были вашими собеседниками? Самое, конечно, трудное вот для меня, например, как для журналистов всегда было интервью. Знаете, потому что репортаж, даже документальный фильм сделать, скажем, я делала об Эстонии, где были дни культуры, о Грузии, где были тоже дни культуры Казахстана, это гораздо легче. Ну, для меня, по крайней мере. А самым трудным было интервью. Вы знаете, самым трудным было интервью, потому что ты должен знать этого человека. Ты должен знать не только о нём, но о его творчестве. И то, что ты хотел бы, чтобы он донёс до широкой аудитории твоих зрителей. А вот из многих интервью мне запомнилось интервью, знаете, с таким поэтом Дудином, Михаил Дудин, он был лауреат Ленинской премии, российский поэт. И я помню, мне запомнилось, он ленинградец. Он пережил блокаду ленинградскую. И вот когда он рассказывал о том, что они вышли, то ли это было накануне 7 ноября, что ли, чтобы... Ну, я не могу сказать точно. Когда они утром вышли, ленинградцы, то они увидели огромные растяжки в городе. Понимаете? И на этих растяжках было написано стихи, строки из стихов Джамбула «Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя». И когда он рассказывал об этом, просто, понимаете, человек, который перешил это, он, ну, понимаете, это и в его глазах, это в его голосе, это во всём, понимаете, во всём человеке. И это было... Это интервью мне как-то вот запало в душу и запомнилось. Знаете, это... Ну, а другие много было, потому что, вы знаете, я вам скажу, что деятели искусства, именно вот, артисты, композиторы, даже, так сказать, в балете кто работает, это были очень интеллектуальные люди. А как с Солжасом Арчим работалось? С Солжасом Арчим? Да вы знаете, я... Я прежде всего всегда восхищалась этим человеком. Вместе с ним мы вели программу. Это была как раз вот эта декада казахской литературы и искусства в 59-м году, декабрь месяц. И мы с ним были... Так сказать, я была его соведущей. Мы вели это, заключительный концерт это был. Ну, он, конечно, читал свои стихи по ходу, так сказать, видения. И я помню, он специально вот для этого вот концерта, для этого гала-концерта, он написал просто великолепные стихи. Ну, такие они были четверостишные, между там какими-то номерами и так далее. Давайте сейчас вернемся во времена становления независимого Казахстана в 90-е годы. И вы тоже в это время работали на телевидении, и происходили такие изменения глобальные в структуре телевизионного вещания в том числе. И вам тоже пришлось меняться, потому что появлялись новые каналы, менялась форма, подача материала. И с одной стороны, это было очень тяжелое время, экономически тяжелое, морально тяжелое время. Но с другой стороны, это было очень интересное время, такое время перерождения, время становления чего-то нового. И вот вы же тоже, уже будучи мэтром телевидения, вы окунулись в это новое. И вы тогда сделали авторскую программу свою. Сгадали. И я... Это была одна из первых коммерческих программ нового совершенно формата. Вы знаете... Утро делового человека, да, по-моему, называлась? Да, и тогда я познакомилась со многими нашими вот только-только начинающимися, начинающими бизнесменами. Ну, тоже это были. Тоже были энтузиасты, что там говорить. Потому что это нелегко было. И главное, это было очень рискованно. Очень рискованно. И... Ну, это было новое. Это увлекало. Это... Ну, думали, за этим будет будущее. Ну, действительно, конечно, за этим было будущее. Вот. Потом мы сделали программу такую САПА. Потому что вот когда я работала с бизнесменами, много было звонков и даже писем. Тогда, между прочим, телезрители, они не ленились. Они звонили, писали много, что вот такой-то вот бизнес, скажем, тот, кто делает, скажем, диваны там или вот выпускает там это сыры там, понимаете? То есть качество. Да. И САПА мы уже занимались качеством. Понимаете? Там мы работали с госстандартом, со станцией, эпидемстанцией. То есть, ну, со многими. Те, кто могли дать оценку. Вот. Тогда же мы ввели такую вот так называемую дегустацию, потребительскую дегустацию. И потом, по-моему, она возникла вот в московских программах. Вот я сейчас вижу. Знаете? Но до этого я не видела. Это вот у нас это было... По-моему, мы пионеры. Вот я говорю, получается, что вы везде, да, пионер первопроходите. Как должно меняться сейчас, уже назовем, классическое телевидение для того, чтобы сохранить эту аудиторию телезрителей и привлекать голубым экраном молодое поколение? Вот шли споры. Что такое телевидение? Это искусство или это средство массовой информации? Так же, как шли тогда споры между лириками и физиками. Что, так сказать, первично у нас духовное или вот именно наука, физика там. Вот так что, ну, интернет, вы знаете, я редко смотрю интернет, потому что многое, что есть в интернете, на мой взгляд, надо делить даже не на два, а может быть, на пять, а иногда и на десять. Ну, что касается телевидения, вы понимаете, когда смотришь любую программу и после этого думаешь, а что я, вот на что я потратил время? Я убил это время просто? Или всё-таки что там запало мне в душу от того, что я увидел, от того, что я услышал? Ну, вот знаете, очень бы хотелось, если вот в общем сказать, что от каждой программы, от каждой передачи, которую ты видишь, чтобы что-то у тебя запало в душу, о чём-то ты задумался. Понимаете? Что-то вот, что-то для тебя стало, то, что было не совсем, может быть, понятно, ясно, оно стало более доступным, стало более понятным. Ну, вот, ну, может быть, я говорю немного сумбурно и не очень, так сказать, мало конкретики в этом, но я вот так ощущаю. И мне кажется, что на телевидении должно быть больше программ, знаете, о культуре, о литературе, об искусстве, о музыке, о балете. Должны быть, они должны быть и в какой-то степени познавательны. Это должно быть и оперное искусство. И я помню, когда ещё до того, как я стала штатно, что называется, работать, я делала для телевидения несколько программ таких вот, как танцует молодость о балете нашего оперного театра, о казахской государственной капелле. Это потому что первое... Но здесь я вас могу обрадовать, потому что именно вот телеканал «Абай» это и есть телеканал о культуре, который сейчас возрождает вот эти традиции и который старается охватить в своём программинге абсолютно вот все сферы нашего культурного и научного развития. И я бы хотела ещё сказать, знаете, всё-таки Казахстан – это первое телевидение, это первая ласточка. Первое – это, понимаете, это, ну вот, скажем, если сопоставить, вот Юрий Гагарин, он полетел в космосе час-двадцать минут. После этого люди выходили в открытый космос, они на Луну приземли, и прилунились, они были прямо годы, так сказать, в космосе. Но остался и останется на века имя Юрия Гагарина, потому что это первое. Вот студия наша, телевидение «Казахстан» под названием – это было тоже первое. Это было первое. И поэтому, мне кажется, что к нему и отношение должно быть достойное. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях выдающийся журналист, наставник и профессионал своего дела Ферза Абдекадырована Перзадаевым. Мы разговаривали о нашем любимом казахском телевидении – программе «Вечные ценности». Я напоминаю вам, чтобы вы не забывали смотреть нас на официальном сайте YouTube-канале Абай ТВ. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok